Приветствую вас. В вашем вопросе есть много, вот очень много про вашего мужчину, про вашего парня, но очень мало про вас. Вы задаете вопрос, почему мужчина не может признаться или признать, что у вас все кочекочено. Это вот ваш самый главный вопрос, по сути. И основная ваша претензия заключается в том, что он вам не дает вот сейчас, на данный момент того, чего вы хотите. То есть, не дает вам ощущения семьи, не дает вам ощущения, что вы пара и так далее. И вы знаете, Ксения, что я вам хочу сказать. То есть, мужчине не выгодно выяснять с вами отношения. Мужчине не выгодно с вами что-то решать, что-то выяснять, что-то менять и так далее. Понимаете, его все устраивает, ему все нравится, у него есть все, что нужно. Вы сами об этом сказали. Так вот и вопрос, я вам хочу задать. Зачем тогда ему что-либо менять? Подумайте, пожалуйста, об этом. Зачем? Для чего? Какой в этом смысл для мужчины? Менять что-либо. Ну, он может что-то, мог бы что-то поменять, если бы это было для него значимо. Да, он бы и мог. Но ведь вы же понимаете, что его по сути все устраивает. А значит, и какой резон? Такое впечатление, Ксения, что вы ждете, вот вы ждете от него каких-то действий, шагов, поступков. Но понимаете, в чем дело? Вы забываете про ответственность за себя. Вы забываете про то, что жизнь это ваша в первую очередь. Вы забываете про то, что вам самой нужно что-то решать. Вы по сути говорите своему мужчине о том, что вы согласны. Вы согласны на все, чтобы быть с ним. Вы согласны на все, чтобы он был рядом с вами, например. Вы не принимаете на себя ответственность за саму себя же. Вот вы говорите. Вот вы говорите. Ссорились мы с ним. Точнее, что ссорилась я. Здесь вы, конечно, молодец. В том плане, что ответственность свою вроде как осознаете. Что ссорились вы. Но вопрос к вам. А зачем? Ссорились-то зачем? Для чего? Чего хотели этим сказать? Чего хотели с помощью этого получить и так далее. Почему вы использовали для выражения своих мыслей ссору, а не поведенческие какие-то модели? Вот это, наверное, самый главный вопрос. Ведь если вы ссорились, значит, вы не удовлетворены. Если вы не удовлетворены, то логично предположить, зачем тогда вам этот мужчина? Для чего он вам тогда нужен? Но вы, тем не менее, продолжаете все равно с ним быть. Далее. Вы пишите, что у вас давно нету доверия к нему. Опять же, могу вас понять. Действительно, если он вас там обманывает, если он там что-то делает, такое довольно негативное, то, конечно же, доверию взяться неоткуда. Но, опять вопрос. Почему вы все это терпите? Зачем? Ради чего? Для чего? Вы все это терпите? С какой целью? Вот эти вот важные вопросы, на которые вам нужно ответить. Потому что пока я видел, что вы целиком и полностью зависите от своего мужчины, но не сами устраиваете свою жизнь. Далее. У вас здесь, значит, вопрос. Куда идти дальше? Как найти ответы на вопросы? А какие у вас ответы на вопросы? Мужчина, он не хочет от вас отказываться, потому что для него это будет означать проигрыш. Не удержал, не смог, не сохранил, может быть, что-то еще такого вот типа у него будет. Ну, то есть, там у него, вот, своя мотивация с вами быть. И мужчина думает о себе. Он не думает о вас. Понимаете, мужчина руководствуется тем, что важно и нужно ему, а не тем, чего хотите вы. И вопросы основные, которые вы задаете, это вопросы, касающиеся его. Но, как это не странно, это не вопросы, которые касались бы вас. Это является куда более серьезной проблемой. Потому что вам нужно задавать вопросы, которые бы касались вас. Которые бы говорили, почему я с ним? Почему я позволяю ему вот так со мной обращаться? Почему я допускаю такую ситуацию? Почему я терплю ее? Понимаете? Вот в том важный вопрос. Значит, вы пишите, что вначале у вас было все гласко. Постепенно ухудшаясь превратилась в отношения довольно плохие. Вопрос. С какого момента у вас начались ухудшения? С чем они связаны? Ухудшения как именно протекали? То есть, как я понял, со стороны молодого человека, в общем-то, происходило задухание чувств к вам. А вы, в свою очередь, высказывали ему какие-то определенные претензии. И эти претензии, как я понял, еще больше ситуации усугубляли. Так вот, Ксения, претензии, которые вы высказывали своему молодому человеку, они продиктованы вашими желаниями, они не продиктованы тем, что должен делать мужчина. Тем более, мужчина 19 лет, который еще, как вам правильно сказал мой коллега, который еще не до конца сформировался и вообще в некоторых вопросах является, по сути, ребенком. Понимаете? Тем более, тем более, что с учетом того, сколько времени вы знакомы. Поэтому здесь я думаю, что вам нужно четко установить границу, личностную границу, свою собственную, вашу, и действовать только так, как вы хотите, исходя из своих интересов. Все. Мужчина, у него свои там трудности, проблемы у вас свои. Вам нужно учиться, учить его уважать ваши собственные интересы. Это модель женского поведения, это ваш выбор, это ваши собственные цели, идеалы, это, собственно, ваши задачи и ваши перспективы. Вот это вот ключевые моменты, которые необходимы. Вам понятно, на себя. Теперь далее, значит, вы пишите. Быть никаких общих интересов, но как поступить? Давайте так исследуем. Почему нет интересов общих? Они были когда-то? Если интересов нет, их можно, в принципе, постараться как-то образовать. Но для этого нужно, для образования интересов, нужно, чтобы вы контактировали. Нужно, чтобы вы общались, чтобы вы взаимодействовали, нужно, чтобы вы как-то реализовывались. Понимаете? Откуда возьмутся общие интересы, если вы никак не взаимодействуете? Подумайте, что может быть интересов на вашем мужчине. Подумайте, что могло бы его привлекать, и постарайтесь это реализовывать. Но не в ущерб себе. Правильно, вы спрашиваете. Как поступить? А, вопрос. Как поступить, чтобы что? Знаете, ваш мужчина, он вас, скорее всего, уже не любит. Он ведет себя не как любящий человек. И вам нужно быть готовы к тому, что он больше с вами не будет. И вам нужно быть готовы к тому, что вы будете делать, если он с вами не будет больше. Вот это все вам необходимо оборудовать именно вам. Понимаете? Потому что это ваша жизнь. Потому что вы тратите свое время на человека, который, может быть, недостаточно ценит то, что вы делаете для него. И это его право, на самом деле. Но и ваше право жить для себя. И вопрос заключается в том, что вам мешает, что вам мешает жить для себя. Почему вы требуете от него определенности, а при этом сами определенность реализовать, генерировать вы не хотите? Далее, значит, эм, так. Вы пишите, пишите здесь, мы постоянно ссорились, а точнее сказать, я. Сколько раз предлагал расстаться? Я не могу понять одного, почему мой парень ни разу не говорил, что остыл. Но об этом я вам сказал. Вы предлагали расстаться. Ну, хорошо. Хорошо. Вы предлагали расстаться, но сделали ли вы фактические шаги к тому, чтобы расстаться. Ну, вы сказали, мужчина вас услышал, да, и все. И на этом все, долгополученно закончилось, если я правильно вас понял. Правильно, потому что мужчина не воспринимает то, что ему говорит женщина. Мужчина воспринимает поступки, а не слова. И поэтому ваш парень, он именно не относится к вам, просто-напросто, серьезно. Вот и все. Он не относится к вам, серьезно, он не воспринимает ваши слова серьезно. Поэтому с ним нужно разговаривать не языком слов, а языком поступков, языком действий. Вот так. Если вы предлагали ему расстаться, значит, соответственно, нужно, чтобы это сделали, то вы прямо подтвердили свои намерения, своими поступками. И, по сути дела, вот только так, только так можно человека заставить что-то изменить. Только так можно привести человека к какому-то решению, если вы хотите этого решения. Но, опять же, поймите, вам не наскрывать решить для себя, чего хочу я, нравится ли мне то, что есть сейчас, если нет, то почему я терплю, а если да, то откуда мое недовольство, откуда моя неудовлетворенность. то получается, что вы начинаете сейчас обращать внимание на определенные вещи, ну, такие, как, например, обсуждение общих интересов и так далее, да, только сейчас. А раньше это вас не волновало. Вот. Раньше это вас не волновало, но это не значит, что этого не было. Далее, значит, эм... Так, что хочется остаться, что я его надоел, хотя, эээ, сам ко мне вообще интереса не проявляет. Эээ, долгого времени уже. Ээ, доверия вообще нет, эээ, с моей стороны. Очень много не договаривает, обманывает. Он почти все время на рабочие, когда приходит домой, просто сидит, ээ, вновь, или спит. Ну, то есть, вы, по сути, уже, эээ, знаете, чужие люди. Вы чужие люди, но, эээ, молодому человеку, славно удобно, и он, естественно, не хочет это терять. И отсюда он и не говорит вам, эээ, что вы ему надоели. Потому что он знает, что если скажет это, то вы его бросите. Наверное, он потеряет вот этот вот уют, который у него есть. А при этом, еще раз повторю, эээ, человек думает о себе. Он, в данном случае, никак не думает о вас, и об этом нужно помнить. Вот. Как вы отношения выстраиваете без доверия, и как вы вообще хотите их выстраивать, если он вам не договаривает, и почему вы с этим смиряетесь с тем, что он вам чего-то не договаривает. Это тоже загадка довольно большая, потому что, ну, на самом деле, ситуация достаточно серьезная. Вот. Никогда не помогает мне ни в чем, когда не успеваю, эээ, приготовлюсь ему на работу, просто помочь, он говорит, да не надо, перебьюсь. А сам говорит, ты переживаешь, что мне есть больше, чем сам я. Ну, вот, эээ, смысл этого предложения как-то, эээ, не очень непонятен, то есть, эээ, молодой человек говорит вам, эээ, чтобы вы, эээ, не переживали по поводу того, что он, эээ, не успеваете ему приказать, предпоить. Ну, это, в общем-то, хорошее поведение, адекватно. Эээ, но при этом, эээ, а сам говорит, ты переживаешь, что мне есть. Больше, чем сам я. И вот непонятно, зачем вы, эээ, об этом написали. Да, это действительно так, вы переживаете за него больше, чем он сам. И это очень похоже на эмоциональную зависимость вашу от него. Но у зависимости есть, эээ, причины, причины, у зависимости есть, эээ, мотивация, у зависимости есть условия, и у зависимости есть, как бы это сказать, объект. То есть, что-то вы за себя хотите получить, эээ, когда, эээ, скажем, находитесь, эээ, в зависимости от этого человека. И весь вопрос, что, чего, и чего именно вы хотите, эээ, ну, например, от него получить, получить. Далее, вы говорите, я, эээ, пытался и поговорить, и вы слышите его, но он просто от меня отталкивается. Опять же, эээ, я не совсем, совсем понимаю, вы, эээ, пишите здесь о том, что, эээ, вот вы не успеваете приготовить ему, эээ, поесть. Эээ, ну, в принципе, эээ, могу это понять. Вы не успеваете ему приготовить поесть. Хорошо. Эээ, такое впечатление, что вы, как будто, эээ, вот, эээ, сами, эээ, действительно, эээ, больше, эээ, переживаете за то, что не успеваете ему приготовить поесть, чем он. И это, эээ, в принципе, эээ, очевидно, но, что не очевидно, так это то, эээ, как вы увязываетесь, то, что, ээээ, хотите с ним, эээ, поговорить. О чем поговорить? Эээ, что вас, эээ, не устраивает? Ну, если вас не устраивает что-то в нем, я могу это, это, понять. Вы не думали о том, что, просто, эээ, пытаетесь получить от него то, ээээ, чего он, эээ, не в силах вам, просто, наоборот, сказать. И, может быть, не стоит от него, эээ, пытаться это получить, эээ, более, если он не хочет, не хочет с вами разговаривать. Ээээ, ну, видите вы, если человек, ээээ, не настроен на диалог. Ээээ, вам необходимо, эээ, самостоятельно принимать решение, в данном контексте, и все. Если человек не настроен на диалог, вам нужно самой принимать решение, а не ждать какого-то ответа от него, потому что молодой человек, может быть, эээ, с вами еще не, не, не определился, и, эээ, учитывая, опять же, эээ, возрастную, эээ, психологию, как правильно вам сказал мой коллега, эээ, учитывая возрастную психологию, эээ, можно говорить о том, что он еще психологически не готов к тому, чтобы, эээ, самим с вами выстраивать отношения. Ээээ, но это, опять же, уже, эээ, такие, детали, и к вам они отношения как бы не имеют. Ээээ, ну, здесь спрашиваю, любишь? Да, давай расстанемся, не хочу. Ээээ, ну, здесь опять, эээ, тоже не совсем понятно смысл, эээ, того, что вы пишете. Вы говорите, что вы спрашиваете у него, эээ, любит ли он вас, а мы говорим, что да, любит. Ага, тогда, если он вас любит, эээ, возникает вопрос, а зачем вам в таком случае расставаться? Это как бы не очень логично расставаться, если, эээ, любишь, эээ, человека. И ему с вами нет никакой, никакой логики расставаться, если он, эээ, действительно вас любит. Да, может быть, он любит по-своему, да, может быть, он думает, что любит. Это не важно, но он, он говорит вам, что он любит вас. И, как бы, вопрос заключается в том, вы, эээ, чем руководствуете, когда, эээ, когда задаёте человеку такой вопрос, что ты меня любишь, давай, давай расстанемся. Как, эээ, вот вы для себя сами объясняете, вот, эээ, ну, подобный момент. Как вы сами для себя эти моменты, эээ, решаете, вот именно, ну, лично, лично для себя. Как? Пожалуйста, это нужно вам обязательно определить и подумать об этом. Эээ, далее, значит, он жалуется, что жить ему неинтересно, эээ, мне кажется серым, но что я могу сделать, если я ему безразличен. Эээ, знаете, в чём дело? Ксения, здесь, эээ, вообще, эээ, довольно, эээ, сильно, опять же, проявляется ваша, эээ, такая вот, ээээ, недостаточная, недостаточная степень ответственности. Дело в том, что вы увязываете сейчас, вы увязываете личные отношения и общечеловеческие. Знаете, вам совершенно, эээ, не обязательно быть ему, эээ, ну, скажем, небезразличной, эээ, для того, эээ, чтобы, эээ, помочь, эээ, ему, эээ, преодолеть, эээ, вот, ээээ, какие-то, ээээ, эээ, ээээ, свои трудности. другое. И вот вам нужно, нужно бы не мешать одно с другим. Но вы это, тем не менее, делайте. Вы можете быть безразличным ему как женщина, хотя это еще не факт, он вам говорит, что он любит вас. Но вы не можете быть ему безразличным как человек. Но для этого требуется определенная работа, да. Для этого требуется, например, работа по созданию ваших общих интересов. Кроме того, нельзя исключать тот факт, что у мужчины может быть депрессия по каким-либо причинам, или может быть у него депрессивное состояние, и ему нужно будет обратиться к психологу. Но это, понимаете, очень немножко другая плоскость с личным отношением между вами. Это не имеет никакой связи с его специально. Вот. Поэтому важная правда о том, что я могу сделать, звучит, по сути. Так что вы снимаете с себя ответственность за него. Ну, а он, естественно, снимает ответственность за вас, с себя. И в итоге получается такая вот ситуация. Значит, ну, далее вы пишите, что он увлекся социальными соцсетями, слушает рэп, говорит, что это его настроение. Человек этот отпрашивание отвечает. Отвечаю, вот. Отвечаю его. В ответ он говорит, откуда ты знаешь, что у меня в голове? Почему ты решаешь на меня? Предлагаю серьезно поговорить. Говорит, не хочу. Когда говорю, что он изменился в худшую сторону, это опрещает. Я не понимаю, как нам расстаться. Вам не нужно понимать. Вы просто берете и говорите ему о том же, что не хотите больше с ним жить. И все. И основной вопрос к вам, как мне видится, заключается в том, что вам мешает так сделать. У вас очень большие жалобы на парня, но вы говорите о нем, вы не говорите о себе. Понимаете? И это самое тревожное. Вы не говорите, чего вы хотите, и вы не объясняете, самое главное, о себе, почему вы хотите получить это, то, чего вы хотите, именно от своего парня. И плевать вам, судя по всему, что он вам этого дать не может. И отсюда вникает вопрос о его значении для вас. Какое оно, это значение? Существует главный вопрос. Если мы больше друг другу не приносим радость, зачем тянуть? Правильно, тянуть не надо, но вы сделаете реакцию от него. Вы не сделаете от себя чего-то. Вы от него ожидаете. Вот это неправильно. Вам нужно самой решение принимать. Самой, в одностороннем порядке, потому что от него этого не раздастся. Никакие слезы не помогли ни поговорить, ни расстаться, ни что-то решить. А слезы не помогают. Расставание помогает только конкретные действия к теме. Я готова ко всему, но, похоже, ему ничего не нужно. Опять же, почему вы готовы? Непонятно. К чему вы готовы? Чего вы хотите? Неясно. Если хотите расстаться, берете расставитель. Ставите его в известностку, собираете его вещи и говорите до свидания. Все. Если квартира не ваша, то, соответственно, уходите сами. Если это ваша квартира, он не имеет там права находиться, то вы пожелаете его выгнать. Все. В чем проблема, Ксения? Как найти ответы на вопрос? Вы знаете, вам нужно сначала определить, что вы хотите наладить отношения или расстаться. Ты наладить отношения до одной. Если расстаться, то другое. Знаете, но отношения до работы двух людей. Если вы молодым человеком по своим не образуете новых интересов, общих своих, то никакая работа, никакие усилия по созданию, по реанимированию отношений не получат результат. Тем более, что вы работаете, тем более, что он работает, у него есть деньги, а чем занимаетесь вы? Тоже это очень важный вопрос. Так что, Ксения, вам надо определить с тем, что вы хотите, вам нужно понять, что же вы желаете, и подумайте, что вы лично можете сделать для этого и не забывать себя. У меня такое ощущение, что вы в молодом человеке полностью растворились и ждете от него чего-то такого непонятного, с чего он вам, может быть, и дать-то не может. Подумайте об этом, пожалуйста, и вам нужно более четко стимулировать свой вопрос. Вопрос. Говорит он не о нем, еще раз, а о вас. Чего вы хотите, чего вы желаете, почему вы живете так, почему вы с этим человеком, который вас не нравится, почему вы жертвуете собой, ради чего? Вот на эти вопросы вам нужно ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует...